команда три дня назад заехала на буткемп вот мы сели за круглый стол до обсудили все моменты как будет ну план принципе на вот кем скажем так вот плюс к этому после московского чемпионата мы проиграли две важных два важных официальных матча когда играли из дома вот и скажем так атмосфера была не из лучших вот мы заехали на буткемп составили план обсудили все нюансы да то есть все мотивированы все готовы плюс к этому нас пригласили на закрытые квалификации к минору вот а минор как бы для нас очень важный турнир то есть их всего два в году вот и грубо говоря мы от одного живем к другому и посыпаемся в 10 утра душ завтрак к 12 все готовы за компьютерами создаем план на ближайший день праки договаривается заранее тренер мы знаем какие карты будем играть тренируем гранаты каждый день повторяем разыгрываемся потом идут праки три прака перерыв еще три прака вот и записываем демки потом после праков смотрим их в основном упор делаем последнее время на дефенс самые большие просадки у нас вот и так как бы по кругу то что не успели разобрать в целом тренировка начинается с 12 дня и с двумя часами перерыва заканчиваются около двух ночи и так каждый день то первый день бут кемп у нас прошел полностью теоретически да то есть мы переразобрали ну скажем так не то что переразобрали все карты да то есть мы микромоменты скажем так подтянули и перед перешли к новой карте даст 2 вот то есть полностью разобрали вот и за вот эти вот скажем так первый день был три теоретические два уже практически сыграли 10 прав когда то есть праки прошли успешно в принципе это да вот но вчера мы проиграли официальный матч в команде ИПГ, то есть проиграли, скажем так, разгромно на двух картах, вот, и оказывается не все так хорошо, очень много дырок, вот, и мы постараемся к минору все пофиксить и подойти к этому чемпионату, скажем так, хорошо. Тренировочный день у нас начинается с 12 часов, да, то есть праки мы где-то начинаем играть в 4 часа дня, соответственно, перед праками, да, мы кидаем все гранаты, на всех картах полностью, то есть, ну, есть такое, что у кого-то отложились уже какие-то гранаты, он уже давно их кидает, вот, то их особо уже повторять не надо, если он уверен в них, да, то есть, когда что-то новое добавили, то ему нужно обязательно каждый день кидать, грубо говоря, в течение недели, вот, после гранат, конечно же, минимально где-то идет теоретическая подготовка еще перед праками, да, то есть в плане там какой-то новый раунд добавляется, или мы там вчера тренировались и нашли где-то дырку, это надо переобсудить, вот, плюс к этому после теоретической части, где-то часик уходит на стрельбу, боты, дм, ну, то есть у каждого по-своему. Перед официальными матчами, да, то есть мы собираемся на улицу перекурить, да, то есть стараемся произнести какую-то там, знаете, я стараюсь произнести какую-нибудь речь, да, то есть там как-то подбодрить команду, себя, то есть это тоже на меня огромно влияет, вот, сильно влияет на меня, вот, вот, садимся, плюс еще, когда садимся уже там 5 минут остается, я включаю какой-нибудь мотивирующий там, грубо говоря, там клип, да, то есть там или музычку какую-нибудь, которая мне очень нравится, то есть, ну, вот, это в плане меня мотивирует перед игрой. Не знаю, мне как с возрастом такое получается, что сложнее становится, ну, не знаю, концентрироваться, что ли, и надо, мне кажется, вот с возрастом больше уделять, я уделяю больше стрельбе. Вот, когда я был там помоложе, вот, и как-то это все легко давалось, вот, можно было там достаточно поиграть, там, буквально час в день, уделить стрельбе, и уровень стрельбы чувствовался, и все было достаточно хорошо. Сейчас возраст там, это уже сложнее становится, вот, поэтому стрельбе уделяю как-то больше внимания. ДМ, там, АМ-бот, там, карты с ботами, ну, всякое такое, вот. Вот, а еще уделяется, конечно, гранатам, это очень важный аспект игры, надо каждый день кидать их, чтобы в официальной игре не было никаких промашек, чтобы все гранаты ложились ровненько, все было точно, это очень важно. Ну, и еще просмотром демок, мы с Кириллом и смотрим и наши демки, вот, ну, и по точкам за позиции, там, за контртеррористов, смотрим за своими позициями тоже, демки, какие-то фишки, там, узнаем новые, ну, всякие действия, которые ты не делаешь, там, потом практикуешь на тренировке. Ну, у нас тренер отвечает за, в первую очередь, за дисциплину, он авторитетная личность, его уважают, и если есть какие-то споры между пятью игроками, именно конфликт интересов, там, мнений, то это тот человек, который может прийти и сказать свое слово или выбрать чью-то сторону, и конфликт исчерпан. Вот. Юра подготавливается к сопернику, смотрит демки, следит за тенденциями, ну, он, как бы, живет, живет даже с нами. То есть, как бы, шестой игрок команды, полноценный. Ну, официальные матчи вообще мешают тренировочному процессу, вот, и мы долго решали, играть этот турнир или нет, ну, в итоге наш тренер Юра решил, что стоит поиграть, но отнестись к этой игре как к тренировке. Ну, у нас, как бы, это, не знаю, наверное, не получилось даже отнестись как к тренировке, потому что на тренировке у нас было все достаточно хорошо, играли мы неплохо, и я чувствовал, что, ну, командное именно взаимодействие, в общем, все было достаточно хорошо. Вот. Вчера игра вообще не задалась, и ничего не получалось, и там взаимодействия никаких не было. Провальная игра абсолютно была вчера. Вот. А по поводу сетки турнира, я считаю, что у нас группа, если я считаюсь по соперникам, ну, не знаю, мне кажется, в два раза слабее, чем, чем группа, ну, чем другая группа. Вот. Группа А, если заменить Space Jam на нас, то получается нам остается Pro 100, Vanguard, не, кто там? Force, Pro 100, QB5 и Голливуд. А, Force, Pro 100. QB5 и Голливуд. Ну, если нас заметила на Голливудов, то получится, что, получилось бы, что тоже группа очень серьезная, ну, все соперники серьезные, мне кажется, что она посильнее будет. Ну, у нас, как бы, изначально состав был собран, и не было такого капитана, который там всю жизнь, грубо говоря, исполнял эту роль. Мы много раз за эти полтора года меняли людей, практически все попробовали свои силы в этом, но как-то остановились на мне со второй попытки. То есть, не могу сказать, что идеально получается, но, как бы, выбрали меньше из всех зол. Вот. Играть со снайперской винтовкой и колить сложно. Часто ты смотришь на радар, чтобы кого-то подгонять, кого-то останавливать, кому-то подсказывать, и в это время теряется концентрация, само собой, и в некоторых моментах ты просто не успеваешь среагировать на выход оппонента. Ну, испытательный срок проходил больше двух месяцев. Ребята в команду приняли, ну, нормально. У меня изначально не было такого стремления кому-то что-то доказать. У меня, ну, меня позвали в команду, я должен был делать свое дело, то, что мне говорят, и все. Просто у меня есть в команде, ну, игроки более опытные, чем я, я стараюсь к ним прислушиваться, и все. Ну, с братом я, мне нравится играть. Это тот человек, который показал мне эту игру, и я всю жизнь играл с ним вообще практически всегда. Ну, там были моменты, я играл за разные миксы украинские, но в целом всегда я играл с братом, и, конечно, мне нравится играть с этим человеком. Да, есть свои нюансы, то, что ты все-таки брат, где-то ему можешь ответить как-то иначе, не так, как кому-либо, и то же самое у него. Ну, в целом, как-то стараемся и находим подход, подбадриваем. Ну, в целом, да, мой брат нравится играть. Ну, опыт игры в Counter-Strike 1.6, он, конечно же, помогает. В основном, карты, они там, некоторые, конечно, совершенно новые вышли, но осталось много и старых. В принципе, они там отличаются, конечно, по текстурам, отличаются там, ну, много чего нового, но, в общем, она выглядит почти точно так же, как в 1.6. Конечно, там нет прострелов, там, многих прострелов нет, там, гранаты не такие, но это, как бы, не особо важно. Опыт, конечно же, решает. И подсказываю моменты, конечно, молодым игрокам, там, Fast, MDS, там, я подсказываю моменты, там, Вова подсказывает моменты. Ну, Вова тоже играл в 1.6, и, ну, как бы, конечно, опыт дает о себе знать. Вот, это, как бы, не то, что опыт, там, зарешает, там, если, там, брать клатч раунд какой-нибудь, там, это, конечно же, поможет. По поводу того, что там игра там сильно отличается, ну, не знаю, мне так, но мне кажется, что она там сильно отличается, там, механика там все отличается, но те же задачи, те же, там, поставить бомбу, там, конечно, изменились гранаты, ну, разминировать, все осталось точно так же, но если смотреть в таком плане сверху, то есть не приближенно. Ну, что могу сказать про Тилетильт? Это самое страшное у любого, скажем так, не знаю, проигрока, да, то есть, вот, допустим, вы, допустим, играете официальный матч, даже, ну, ваша команда выиграла, да, допустим, там, конечно, ты очень рад, что выиграл, да, но есть такие индивидуальные моменты, когда даже команда выиграла, и, не знаю, там, ты чувствуешь, что ты индивидуально плохо сыграл, ты был не уверен в игре, да, то есть, вот после таких моментов наступает Тильт, да, то есть, первую официалку ты сыграл, чувствуешь, что плохо, ты сам по себе чувствуешь, вторую официалку сыграл плохо, третью сыграл официалку плохо, ты уже понимаешь, что-то не так, не знаю, некоторые игроки, там, прибегают, там, может, там, поменять разрешение, прицел, там, не знаю, посадку поменять, там, на самом деле, как бы, я считаю, что это верно, что-то надо менять, когда это на протяжении, там, двух-трех недель, да, то есть, если все так оставлять, да, то есть, оно само собой не пройдет, Нужно, не знаю, побольше уделить времени стрельбе, чтобы ты был более уверен, попробовать поменять тоже разрешение, может быть оно тебе на какой-то период поможет, и потом ты вернешься обратно к своему. То есть что-то в любом случае надо поменять в своем будь стиле, не знаю, ту же посадку, да, то есть я пробовал, вот у меня были такие ситуации, да, то есть вот даже сейчас, вот после московского лана я чувствую, чувствую в индивидуальной игре спарт, да, то есть я пытался вообще ничего не делать, то есть ну в плане, что ничего не делать, там не менять разрешение, не менять, там прицелы, там посадки, там и так далее, там просто вот как все было, так и оставить, может быть само-само пройдет, то есть я вот думал об этом, то есть пытаться ничего не менять, но оно не проходит, нужно что-то, ты тебя должен как-то примотивировать немножко, грубо говоря, там поменять разрешение, тебе уже, ты себя уже мотивируешь поиграть на новом разрешении, понимаешь, то есть там новый прицельчик, ну все игроки меняют, Simple, Flamy, Electronic, все они меняют, вот топ игроков взять, они все это делают, не просто так, понимаете? Конечно, если я проиграл, мы сыграли официальный матч, даже если выиграли, я всегда там в конференции или там ребятам, если тем более мы на буткемпе, да, то есть я всем говорю то, что, особенно когда мы проиграли, я чувствую, что я не доиграл, и мы там, если бы я доиграл, мы бы точно выиграли, я это чувствую, и мне обидно становится за это, я сразу же, грубо говоря, встаю и говорю, пацаны, это труба, я сыграл, как на букву L, пацаны, я постараюсь там, подтянуться, исправить ошибки там, быть уверенным, ну вот, в плане то, что, ну я как, знаешь, это как стандарт, то есть, когда мы там сыграли официальный матч, проиграли или даже выиграли, а человек, видно, расстроенно сидит, то есть, ну у нас в команде все друг друга подбадривают в этом плане, да, то есть там подойдет, скажет, все нормально, мы выиграли, бывает, со всеми бывает, все будет хорошо, типа соберешься, и все будет хорошо, не надо, типа, падать духом, скажем так, Ну, если, если именно я лично, то провожу время с девушкой, с друзьями, хожу в кино, ну по-разному, в общем, ну, занимаюсь всем чем угодно, кроме Counter-Strike, могу даже поиграть в другие игры, ну, это редкость, в основном FIFA на приставке, ну, а если, мы как, когда, то есть, смотря где мы находимся, бывают дни, когда мы проводим вместе, мы можем командой сходить в кино, можем вместе сходить в бар покушать, по-разному, то есть, ну, что угодно, допустим, сегодня собирались на Депула, но у меня не получается. Всем привет! Привет фанатам, всем, кто поддерживает нас, смотрит наши игры. Передаю привет всем нашим болельщикам. Маме, папе, брату привет, всем своим друзьям, знакомым из Бреста, кто за нас болеет, меня поддерживает. Ну, мы читаем все ваши комментарии, нам очень важна ваша поддержка. Ребят, нам очень приятно, что вы за нас болеете, поддерживаете в трудную минуту, вот, поверьте, там, знаете, есть злостные комментарии у нас в группе, то, что мы там фигней страдаем, там, грубо говоря, все стараются, просто есть моменты, которые мы пока не можем перешагнуть, да, то есть, мы стараемся, мы подтянемся, мы вырастим, все будет круто, ребят. Всем огромное спасибо за поддержку. Подписывайтесь, болейте, будем стараться, обещаю, будем стараться и постараемся вас не подвести. Подписывайтесь на наши соцсети, группа ВКонтакте, Твич канал есть, Инстаграм наш, НемиКГГ, Твиттер, Фейсбук, Телеграм. Обменивайтесь мнениями. Все, всем пока, я ушел.